Друзья, всем привет! И мы продолжаем приключения нашего любимого щенка Хэнка. Итак, друзья, давайте-ка посмотрим, что же нового сегодня будет с нашим любимцем. Итак, первым делом, конечно же, включим свет. Здорово! И отведем нашего Хэнка в туалет. Пускай бедняжка пока делает свои дела. Вот так, замечательно у него бедненький. Проблема с животиком. Ну, все у него, вижу, получается. Ну что же, Хэнк, выходи, давай-ка мы тебя помоем, покупаем. И сегодня, друзья, мы будем рассказывать о интересных подсказочках, которые просят открыть наши подписчики к зрителям. Кроме того, друзья, передадим привет и оденем нашего Хэнка по вашим подсказочкам. Вот так, замечательно. Итак, друзья, давайте-ка посадим нашего Хэнка за стол и, возможно, нам удастся перейти на 52 уровень. Но перед тем, чтобы его покормить, давайте-ка, друзья, передадим привет. Итак, друзья, большущий-большущий привет от нашего любимого щенка Хэнка всем нашим подписчикам и зрителям. Кроме того, особый привет Наташе Пастуховой, Ксении Бобровой и Диме Панченко. Друзья, большущий-большущий вам привет от нашего любимца щенка Хэнка. А теперь давайте-ка, друзья, дадим вот этот гамбургер и да-да-да-да-да, друзья, и наш Хэнк переходит на 52 уровень. Никак не может переживать, но вот получилось и вот супер-супер, и мы перешли на 52 уровень. Очень приятно, здорово, и у нас открыто всякие вкусняшки, некоторые игрушки. Вот так здорово. Кроме того, еще награда 1040 монеток. Отлично, отлично, друзья, очень хорошо. Ну, а сейчас давайте-ка перейдем в гардероб и переоденем нашего Хэнка. Давайте-ка я вначале сниму вот все аксессуары, сниму костюмы. Итак, друзья, обратились ко мне трое наших подписчиков и очень просили надеть по-особенному нашего Хэнка. И что интересно, друзья, все сошлись в одном, они просили надеть шапочку Тигра. Вот такую вот забавную. Давайте-ка посмотрим, где она, шапка Тигра. Сейчас найдем, вот она, шапка Тигра. И вот, а к шапке Тигра вот предложили костюм Панка, гавайский костюм и еще костюм Мима. Ну что же, давайте-ка посмотрим, какой же действительно костюмчик здорово подойдет. Ай, друзья, когда начинает менять, вот прячется, прячется вот шапочка. Ну, давайте-ка, ага, вот так. Давайте-ка, друзья, я сначала вот выберу разные костюмчики, а тогда уже сверху положу шапочку. Так будет более наглядно. Итак, есть у нас костюм Панка, есть гавайский костюм и костюм Мима. Ну что же, давайте-ка посмотрим, какой же из вариантов лучше. Итак, вот, друзья, давайте-ка посмотрим. Вот давайте-ка я в обратную сторону пойду. Вот так выглядит шапка Тигра. Плюс Панковский костюм, довольно-таки интересный вариант. Давайте-ка теперь посмотрим костюм Мима плюс шапочка. Вот так. Какой же из вариантов лучше? Сейчас мы посмотрим. Ага, вот так выглядит костюм Мима плюс шапочка Тигра. Итак, друзья, напишите в комментариях, какой вам лучше костюм понравится. Но все же, друзья, мне кажется, мы остановимся сегодня на варианте Ксении Бобровой. Она уже очень давно просит меня в костюм Панка и шапочку Тигра. Так что другие подписчики, извините. Ага, вот еще. Вот такую вот просили гавайскую рубашку. И вот такую вот шапочку. Ну что же, тоже довольно-таки неплохой вариант. Но, друзья, извините, все же давайте-ка сегодня я остановлюсь на варианте Ксении Бобровой. Очень давно уже просила она вот этот вариант. Поэтому, друзья, давайте все же я на нем остановлюсь вот так. Здорово. Вот такой вот симпатичный, интересный вариант. А сейчас, друзья, давайте-ка мы с вами перейдем. Вот, либо к водопаду, либо на лавовая плата, либо же, друзья, давайте-ка перейдем с вами к пляжу. Ну, все же, друзья, отправлюсь я на лавовая плата. По-моему, в прошлой части не удалось нам закрыть фотосессию с индийским кабаном. И да, 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 друзья, вот, ничего себе. И попался индийский кабанчик, и мы закрываем фотосессию. Неожиданно. А, а, ага, 29-й. Я что-то думал, друзья, что у нас уже 29 было, что это будет последнее фото. Нет, последнее не получилось, то есть здесь 29 фотографий индийского кабана. Еще нужна одна фотография, чтобы закрыть вторую страничку, и чтобы закрыть фотосессию с индийским кабаном. И так, очень здорово, очень, друзья, приятно получилось. Вот, ага, кроме того, смотрите, попалась еще ушастая сова. Кстати, ее нужно было развернуть. Немножко неудачное фото. А, давайте-ка, вот, а сейчас взяла в рот Врегина просто и исчезла. Ну, что же, друзья, давайте-ка я пока пособираю бонусы. Наши подписчики просят, чтобы я собирал, чтобы... А то очень-очень неприятно, когда я их пропускаю. Ну, что же, замечательно, друзья, очень хороший вариант. А сейчас, давайте-ка, друзья, займемся подсказочками. Итак, друзья, воен... Первая подсказочка – военно-морской котик. Кстати, давайте-ка я зачитаю подсказочки, которые просили наши подписчики. Итак, военно-морской котик, пегас-молния, тигр, черный какаду, панк-хряк, полярная сова, зебра и карма-хамелеон. Ну, что же, друзья, давайте-ка мы быстренько пройдемся. И очень бы хотелось, друзья, сегодня закрыть вот этого индийского кабана. Итак, военно-морской котик. Перейдем в вкладочку с котиками и морскими животными. Итак, военно-морской котик. Вот он, забавный зверь. Вот такой вот интересный. 37 фотографий я уже собрал. Итак, главное условие, чтобы поймать военно-морского котика – это вот такой вот интересный бургер. Здорово. Кроме того, есть три игрушки, которые очень любит военно-морской котик. Это реактивный скейтборд, вот такой вот бассейн и еще гонг. Да. Вот смотрите, друзья, есть множество игрушек, есть, на которые он попался. И стиральная машина, и розовые ящики, качелька, вот еще танцбольная площадка, НЛО. Но я думаю, друзья, нет смысла рассказывать, потому что 37 фотографий. И главное же условие – это бургер. Бургер и, по-моему, везде он встречался у меня, в принципе, на всех трех уровнях. И возле водопада, и на пляжу, и лавовая плата. Ну что же, друзья, думаю, главные подсказки вы поняли. Итак, пробуйте. Следующая подсказка – Пегас Молния. С ней очень, друзья, непросто. У меня только три фотографии. Давайте-ка я зайду, покажу. Итак, вот лошади. Следующая страничка – это 18-я. И вот Пегас Молния. Итак, друзья, собрано пять фотографий. В принципе, неплохо. Итак, главное условие, чтобы поймать Пегас Молнию – это вот водится оно на пляжу. Это забавные животные. Причем любит игрушки. Бассейн для вечеринок. НЛО. И еще любит вот такую вот замечательную игрушку – танцпол диска. На эти игрушки удалось мне поймать, друзья. Кроме того, удалось еще поймать на вот такой вот королевский диван. И еще вот такую вот машинку-качалку. Итак, пять игрушек есть. Пока, друзья, все. На больше не удалось мне поймать. Итак, пробуйте. Если кто знает, как ловить его, пишите в комментариях, и мы поделимся с вами. Кстати, друзья, спасибо за подсказочки. Вот есть несколько у меня подсказочек насчет саблезубого тигра. Попробуем мы их испытать. И кроме того, вот еще подсказка насчет индийского кабана, что он должен здорово идти на Гамбург. Ну что же, попробуем, друзья. Пока давайте-ка перейдем к следующим подсказочкам. Итак, тигр. Как мы можем поймать тигра? Заходим в вкладочку с большими кошками. И попробуем найти тигра. Вот он, тигр. Итак, тигр любит лава и плата. Самые главные условия. Кроме того, тигр любит банан. Странно, что не мясо. Но почему-то в этой игрушке тигр любит банан. Кроме того, тигр любит цилиндр и еще любит ксерокс. Итак, друзья, у меня 23 фотографии. Попадался у меня на микрофонную стойку, на бассейн. На ванную, на гонг. Вот такое вот изображение робота для фотосессии. Изображение моряка, инопланетянина, лазер, гольфовая площадка, синтезатор, телепорт, три батута, волетбольный мяч, погрузчик, наушники. Ну, в принципе, друзья, лавовая лампа. Вот еще баскетбольный мяч, вентилятор. В принципе, друзья, я думаю, подсказочек достаточно. Главные банан и лавовая плата. Два условия. Итак, друзья, продолжаем. С тигром понятно насчет черного кокоду. Итак, где же у нас вкладочка с попугаями? Ага, вот она. Итак, 11 страница. Черный кокоду. С черным кокоду, друзья, посмотрите. Здесь все, в принципе, довольно просто. Две любимые игрушки. Не то, что игрушки. Два главных условия. Водопад и ананас. Еда. Водопад. Место водопад. Еда. Ананас. Кроме того, две любимые игрушки. Хрустальный шар и машинка-качалка. Есть у меня 19 фотографий. Я его специально, друзья, не ловил. Но, тем не менее. Вот видите. И машинка на радиоуправлении. Изображение робота для фотосессий. Ванная. Еще какой-то бассейн. Телепорт. Два батута. Золотая качель. Машинка-качалка. Бревно. Самолете-качалка. Ну, в принципе, друзья, я думаю, подсказок достаточно. Главное, водопад и ананас. Здорово, здорово. Итак, следующие животные, друзья. Панк-хряк. Итак, идем в вкладочку со свинками. Вот он, панк-хряк. Довольно-таки, тоже долго я его не мог собрать. Потому что, друзья, он водится только... Вот еще какой-то глюк. Видите, на телефоне совместился пирог и лавовая плата. Ну, это лавовая плата. Вот главные условия. Кроме того, вот тут любит панк-хряк пироги. Кроме того, есть две игрушки. Боксерская груша и золотая карусель. Но, друзья, не факт, что здесь он попадет. Он действительно попадает практически... Только лавовая плата. Но, друзья, немножко тяжеловато его ловить. То есть, нужно будет пробовать. Вот у меня в виде 18 фотографий. Смотрите, друзья, на что он попадал. Шлем викинга. Машинка на радиоуправлении. Три батута. Груша. Еще мини-гольф. Еще вот такой вот столик игровой. Валетбольный мяч. Фиолетовый бассейн надувной. Еще здесь у нас автомойка. Золотая карусель. Качель. Подушка. Сентезатор. Ну, практически, я думаю, друзья, подсказочек достаточно. Вот еще машинка-качалка. Два батута. Зеленая качелька. Еще бассейн для вечеринок. Хрустальный шар. И еще вот королевский диван. Итак, здорово-здорово, друзья. Итак, переходим к следующей подсказочке. Полярная сова. Полярная сова. Вот совушка вот такая вот интеллер ясная. Итак, полярная сова. Тоже одно время долго не мог их поймать. А потом, как пошли, друзья, нельзя было остановиться. Итак, друзья, главные условия, чтобы поймать полярную сову, это суши. Кроме того, друзья, у нее есть несколько игрушек, любимых. Вот такой вот синий надувной матрас. Еще вот фотостенд-пришелец. И еще вот такая вот качелька. Качелька из покрышек. Итак, 33 фотографии. В основном, друзья, видите, попадалась у меня эта полярная сова. По крайней мере, вот этих в начале фотографий возле водопада. Дальше нужно смотреть. Но, по-моему, друзья, она везде у меня попадалась. Вот разные игрушки. В принципе, 33 игрушки смысла нет. Но, вот видите, все фотографии, которые я прокручиваю, это возле водопада. То есть, возле водопада ищите больше шанс будет поймать там полярную сову. Ну что же, здорово, здорово. Так, посмотрим, друзья, к следующим подсказочкам. Осталось у нас зебра и карма-хамелеон. Ну что же, давайте-ка перейдем к лошадям. Где лошади? Ага, вот. Вот у нас лошади вкладочка. И смотрим зебры. Наверное, это все же 18-я страничка. Да. С зебрами, зебрами. 51 фотография. То есть, перечислять игрушки я не буду. Очень много их. А вот любимая еда у нашей зебры – это жёлуди. Кроме того, есть три любимые игрушки. Синтезатор, погрузчик и вот такая вот розовая чучела девушки. Что же, замечательно, замечательно. Итак, последняя подсказочка. Карма-хамелеон. Давайте-ка мы найдем. Это интересные животные. Вот тоже это не седьмая, а восьмая страничка. Вот он спрятался. Вот такой вот интересный зверь. Итак, 20 фотографий у меня. И главное условие, на что нужно ловить карма-хамелеона – это ягоды. Еда. Кроме того, есть три любимые игрушки. Вот такая вот подушечная крепость. Королевский диван. И ещё мини-гольф, по-моему, вот эта игрушка. Да. Вот видите, причём, смотрите, друзья. Вот у меня в начале идут игрушки, на которых удалось мне его поймать. Это золотой столик, серок, ещё вот такой попрыгун, подушечная кровь, репость. И это всё я вижу, друзья, было возле водопада. Всё же возле водопада большая вероятность ловить это животные. Вот и корона, и вечеринка, и бассейн для вечеринок, и НЛО, и ящик шариками. Ну, в принципе, игрушек достаточное, но всё же я рекомендую попробовать ловить его возле водопада. Вот видите, практически все фотографии у меня пойманы возле водопада. Возможно, некоторые и на пляжу, но, мне кажется, большинство возле водопада. Ну, как бы, друзья, всё. Вот мы справились со всеми подсказочками, которые мы выпросили. А сейчас, друзья, давайте-ка мы попробуем сегодня всё же закрыть фотографию нашего вот этого индийского кабана. Вот мне, по-моему, это Ирина Григорьева подсказывала, что индийский кабан здорово идёт на гамбургер. Давайте-ка, друзья, я положу сюда гамбургер, проверим вот эту теорию. Ну, и сразу же, друзья, давайте-ка я заменю вот эту игрушку. Давайте-ка, вот соберу бонусы. И сразу же заменю костёр вот эту игрушку. Раз она уже сработала, индийский кабан уже сюда не попадёт. И возьму, друзья, какую-то игрушку за бриллианты. Вот этот королевский диван. Ну, и давайте-ка, друзья, обновим феромонами и посмотрим, что же из этого получится. Удастся ли нам привлечь индийского кабана, либо не удастся. Итак, смотрим, смотрим, друзья, пошло обновление. Интересно, кто нам попадёт. И вот, смотрите, по заказу, вот сегодня рассказываем мы про военно-морского котика, он попал. Но вот индийский кабан, к сожалению, не попал. Ну, что же, может быть множество причин, тем не менее. Ну, что же, друзья, не всегда с первого раза попадает. Поэтому, друзья, давайте-ка ещё раз попробуем с вами обновить феромонами и посмотрим, что же получится. Итак, пошло-пошло обновление. Очень интересно, что же получится. Удастся ли привлечь. Вот, появился аризонский феникс, друзья. А вот индийского кабана, опять же, не получается. Какой-то вот другой кабанчик появился. Вот розовая слониха появилась. А вот этого нет. Кстати, друзья, в прошлой части нам подсказывали, что как лучше привлечь индийского кабана. Нужно будет в прошлой части посмотреть подсказочку, друзья. Ну, что же, давайте-ка я ещё раз попробую, попробовать, привлечь индийского кабана на гамбургер. Если же нет, попробуем другую подсказочку, которые нам подсказывали. Итак, вот, смотрите, друзья, военно-морской котик сверху появился. Вот, опять же, очередное фото, а остальное не сработало. Ну, что же, друзья, давайте-ка я пока попробую поменять продукт. Давайте-ка я попробую всё же для индийского кабана вот изменить, изменить. Кстати, давайте-ка посмотрим подсказочку. Вот, перейдём на вторую страничку и посмотрим, какая же у него была подсказочка. Что-то я, друзья, не запомнил, какую мы использовали подсказочку в прошлом видео. Вот, у него подсказочка здесь, что он любит свёклу, но в прошлом видео мы на что-то другое ловили. Вот, смотрю, я свои записи, что-то не соображу, где я это записал. Ну, давайте-ка, друзья, попробую сейчас положить свёклу. Возможно, на свёклу всё же он лучше пойдёт. Хотя, в прошлом видео мы на что-то ловили. Сейчас сразу так не могу вспомнить, на что же мы ловили в прошлой части вот этого индийского кабана. Ну вот, друзья, положил я свёклу. И пока пошло обновление, посмотрю свои записи. Где же это? Вот, саблезубый тигр. Тигр есть, аризонский феникс есть. А вот как же, подсказочка, где же насчёт вот этого, не могу увидеть. Так, вот, смотрите, опять же на свёклу. Вот, ушастая... Нет, ушастая сова нет, это телепорт сверкает. Хотя нет, ушастая сова тоже подсвечивается. Вот видите, множество животных мы поймали. Правда, за них уже мы получили награды, а вот не получается, друзья, не получается. Опять же, нужно прошлое видео будет поднять, посмотреть, на что же мы в прошлом видео ловили вот этого индийского кабана. Что-то я немножко, друзья, отвлёкся, не могу сообразить. Ну что же, друзья, если сегодня не удастся, значит, подниму прошлое видео и по нему уже попробую определить подсказочку, на что же мы лучше ловили вот этого индийского кабана. Кстати, друзья, было бы ещё хорошо, вот у меня есть подсказочка насчёт саблезубого тигра, что он любит мороженое и бассейн с шариками. Это бы, конечно, тоже нужно было бы сделать, но давайте-ка, друзья, посмотрим уже в каком состоянии наш хэнк. Так, ну что, друзья, скажу. Хэнк довольно-таки уже в плачевном состоянии, уже, в принципе, нужно его ложить отдыхать. Ну, возможно, ещё какую-то последнюю подсказочку попробовать активировать. Если же не получится, тогда, друзья, будем прощаться. Итак, просматриваю я записи, друзья, не вижу я что-то подсказки, нужно видео поднимать. Ну, давайте-ка, друзья, я ещё посмотрю, кстати, что делается вот здесь у нас возле водопада. Итак, друзья, не попалось ли какое-то редкое животное. Так, вот, попалась полярная сова. Вот видите, друзья, как замечательно. Вот сегодня мы про полярную сову опять же рассказывали, и очередное фото попалось в водопаде возле пенька с цветочками. Итак, замечательно, друзья. Давайте-ка я соберу бонусы. И на этом, друзья, уже сегодня мы будем с вами прощаться. Вот так собираем, собираем вот эти интересные плюшки. А, кстати, вот, друзья, и ещё и зебра наша подсвечивается. Кстати, и сегодня тоже мы рассказывали, как поймать это интересные животные. Вот видите, 52-е фото. Ну что же, друзья, очень здорово. Спасибо вам за подсказочки. Итак, подниму я, друзья, попробуем всё же в следующем видео найти вот эту фотку и закрыть уже индийского кабана. Ну и займёмся уже соблезубым тигром. А пока, друзья, мы на этом уже будем прощаться. Итак, друзья, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в комментариях, как лучше ловить тех или других животных. И мы будем это озвучивать. Всем пока-пока, друзья, до новых встреч.